Женщина Уважаемые женщины, ваш труд в школе очень нелегок. Сегодня, в это непростое время, вы делаете поистине важную и, может быть, даже героическую работу воспитываете наше будущее поколение, наших детей. И поэтому в этот знаменательный, замечательный день хотелось бы вас поздравить от всей души с этим женским весенним праздником, праздником 8 марта. Никого уже давно не удивляет, что женщины возглавляют общественные и государственные организации, руководят учреждениями и предприятиями. Да что там, женщины несут на своих плечах заботу о целом городе, выбирая себе в помощники тоже женщин своих заместителей. 20 из 33 руководителей отделов и комитетов городской администрации – представительницы прекрасного пола. Так что мужчинам остается только выражать свое восхищение. Накануне самого первого весеннего праздника Международного женского дня хотелось бы поздравить прежде всего своих коллег, руководителей организации культуры, это муниципальных учреждений культуры нашего города Шадринска, тех, которые работают десятилетиями в нашей отрасли муниципальной культуры, потому что по сложившейся традиции все-таки большинство организаторов, руководителей учреждений организации культуры – это женщины, наши милые женщины, которые на себя не только взвалили груз ответственности за семью, за своих близких, родных людей, но еще и груз ответственности за проведение прекрасных фестивальных проектов, конкурсных проектов, руководства учреждениями культуры. Хотелось бы поздравить всех женщин, которые работают в наших учреждениях, это не только библиотекари, специалисты культурно-досуговых учреждений, не только преподаватели музыкальной и художественной школы, но это и огромный отряд наших женщин, которые работают в сфере досуга, это активные участники концертных объединений, активные участники кружков, клубов по интересам, ансамблей различного направления. Всех хотелось бы поздравить с этим чудесным мартовским праздником, пожелать здоровья крепкого, пожелать творческих успехов, профессионального долголетия, профессиональных побед и оставаться такими же прекрасными, какие они есть на сегодняшний день. Женщины развивают торговлю, создают и возглавляют бизнес. Они работают рядом и наравне с мужчинами, и настоящие мужчины умеют это ценить. Когда я вообще первый раз приехал в Шадринске, я сталкивался с тем, что во всех коллективах, где бы я ни работал, большинство были женщин. В самом деле-то женщины вот в Шадринске, мне кажется, русские женщины, если так можно говорить, слишком много очень большого труда берут себе на плечах. Такие нижние плечи вроде бы не должно быть, но она, видимо, то ли по традиции, или времена изменились, или какие-то другие. Но мне кажется, сейчас наше общество чувствует без труда женщины, это нереально. И чтобы говорить о том, что мы можем обойтись без женщины, это нет. Невозможно представить себе, что без женщины что-либо можно сейчас делать. Поэтому я бы хотел поздравить их с наступающим 8 марта, пожелать им в первую очередь крепкого здоровья, теплоты души, весеннего настроения, чтобы побольше в этот день души их не наполнялись искренним поздравлением, теплыми словами и комплиментами, чтобы они всегда помнили, что и могли опираться на надежные мужчины и крепкие мужские плечи. Женщины по-прежнему возят коляски, но уже давно и уверенно водят автомобили. Женщины поднимают сельское хозяйство и играют на музыкальных инструментах. Они украшают землю и покоряют небо. Женщины лечат недуги и сами наносят сердечные раны. Женщины варят борщи и сваривают металл. Никого уже не удивляют женщины пожарные, женщины милиционеры, а мужчины считают, что это только на пользу и нелегкой службе, и суровому мужскому коллективу. Уважаемые женщины, поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем вам мирного неба над головой, чтобы поменьше было чрезвычайных ситуаций и чтобы счастье было в ваших семьях. Женщины дрессируют собак, стреляют из винтовки, поднимают рекордный вес и неутомимо борются с собственным, украшая своим присутствием спортивные залы и вдохновляя мужчин на подвиги. У нас в клубе очень много занимается девушек спортом, которые проявили себя как настоящие бойцы. Мы их очень любим, очень их поддерживаем. Желаем им успеха и всех женщин поздравляем с праздником 8 марта. Желаю всем яркого неба над головой, солнца, любви и нежности. И только мудрецы могут ответить на вопрос, что же такое современная женщина, какая она? Красивая, умная, добрая, любимая. Милая, хорошая, добрая, трудолюбивая. Аеся, Вика, Полинка, Иваника. Мама, бабушка. Они любят, готовят. Примеряют наряды. Толсуют, работают, учат детей. Ну, а главной заботой мужчины во все времена остается одна. Как сделать женщину счастливой? Ну, я не знаю. Ей можно подарить куколку, ей можно подарить конфетки. Поздравлять женщин, девочек. Из моего детского сада Полю, Аню, Олесю, Вику, Веронику. Потому что это их день. Им надо дарить цветы, говорить это слова хорошие, добрые, приятные. И нам будет тоже хорошо, как и им.